МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Истец просит расторгнуть брак и взыскать алименты на содержание дочери. Ответчик на развод не согласен. Уверен, что брак можно сохранить. Слушаем вас, истец. Здравствуйте. Меня зовут Снецаренко Эмилия Викторовна. Я прошу расторгнуть мой брак с Снецаренко Сергеем Юрьевичем и взыскать с него алименты на содержание нашей пятилетней дочери Насте в размере 1,4 доходов мужа. Развожусь я с ним, потому что для него отдых с любовницей важнее, чем семья. Мы уже договорились, что после развода дочь останется со мной. И как вообще это по-другому может быть? Потому что он просто предал нашу дочь. Мы женаты 6 лет. И через полгода после рождения Насте выяснилось, что у нее сложный порог сердца. И это в России просто не лечит. И нужна была сложная операция за рубежом стоимостью в районе 2 миллионов рублей. И мы потратили все наши сбережения на то, чтобы сделать эту операцию. И потратили не только свои сбережения, но и сбережения наших родителей. Слава богу, операция прошла успешно. Но нужно еще как минимум 2. Сейчас грядет вторая. Мы пишем во все благотворительные фонды, в которые только можем, чтобы решить финансовый вопрос. И тут вдруг недавно мне пишет незнакомая девушка, представляется любовницей Сережи, присылает их совместные фотки с дорогого курорта и просит меня поговорить с ним, отпустить его, развестись с ним, потому что у него самого кишка тонка, со мной об этом поговорить. Я, знаете, я могла бы простить измену, но дорогой курорт, он мне врал, что он был в командировке в Узбекистане. Я подхожу к нему, показываю ему переписку, и врать, в принципе, уже бессмысленно, потому что вот факты налицо. Он сначала пытался что-то там мне плести про то, что любовница за все платила, но я с ней связалась, она это не подтвердила, сказала, что она только заказывала тур на двоих там что-то за 400 с чем-то тысяч рублей. И я просто была в шоке, откуда такие деньги. Я сначала грешным делом подумала, что, может быть, как-то благотворительный фонд ему втайне от меня передал деньги, он их потратил на себя, но все оказалось еще интереснее. Он выиграл в лотерею 800 тысяч рублей и заначал их сознательно от семьи. И это я ему точно никогда не прощу. Никак. Потому что у него смертельно больная дочь. И он почти половину денег, которые нужны на операцию, просто взял и промотал со своей телкой. Да нахрена мне нужен такой отец и муж? Ужас, конечно. Простите. У нас нет вопросов по совместно нашему имуществу, потому что квартира, в которой мы жили, моя. Дача тоже моя. У него есть какая-то там машина за 250 тысяч рублей. Пусть она ему остается, чтобы он мне потом не говорил, что он там что-то делал дома на даче. Знаете, руки у него не из самого правильного места растут. Что ты начинаешь? Ладно. Я однажды попросила его повесить полку в бане. Он себе руку носковой с дрелью просверлил. Я его после этого уже вообще ни о чем не просила. Знаете, пусть он валит к своей любовнице, а мы как-нибудь и без него справимся. Что скажете ответчик? Ваша честь, меня зовут Снисаренко Сергей Юрьевич. Я понимаю, конечно, обиду жены. Но тем не менее, я разводиться не собираюсь. Я люблю свою дочь и люблю свою жену. Ты знал бы ты еще, что такое любовь? Я прошу понять меня, простить. Нет, я этого не пойму. Ну, поймите. Ну, сорвался, честно, я просто устал. Я готов платить элементы. Я работаю. Раньше надо было думать. Я работаю в сервисном центре по ремонту бытовой техники. У меня официальная зарплата. Вот жена знает. 78 тысяч рублей. Вот справка 2 НДФЛ. Я, ну, пускай высчитывают, сколько нужно. Но я надеюсь, что все-таки мы с ней помиримся, и до этого не дойдет. Понимаете, с девкой-то у меня ничего серьезного. Просто взял с собой за компанию. Просто потратили деньги, которые и так необходимы вашей дочери на лечение, на отдых, бог знает, чем. Я же все объясню, почему так произошло. Это же не просто так. Есть всегда корень, из-за чего это все растет. Да, конечно. Твой, блин, эгоизм. Вот корень. Сорвался, случилось такое. Просто устал. Понимаете, вот тоже с девкой, с этой, вот, ну, честно, ты сказала, любовница там звонит, но ничего серьезного у нас абсолютно нет. Да мне пофиг на это уже. А почему жену-то не взяли тогда? Жену? Да потому что, понимаете, когда вот мы с ней, когда мы с ней поженились только, с Эмилией, у нас все было хорошо. Мы, я надеялся, что мы вот будем жить друг для друга, мы будем полностью заботиться друг о друге, заниматься любовью. Ну, потом она забеременела, вот, и уже тогда я для нее просто перестал существовать. Ты думаешь, ребенка выносить это просто, что ли? Она, значит, с ним разговаривала, песни ему пела, наглаживала, а я так, пустое место принеси подай, сходи в магазин. Честно скажу, что беременность переносила тяжело, тут можно понять, несколько раз лежала на сохранении. Ну, простите, мы сексом перестали заниматься уже на третий месяц. Я думал, все изменится. Вот думал, все изменится, когда родится ребенок. А, нет, стало еще хуже, потому что, значит, когда... Как тебе не стыдно? Полностью теперь у нас разговоры были о Настеньке. А когда через полгода узнали про эту тяжелую болезнь, все, мир теперь вокруг Насти только стал крутиться. Ну, когда ребенок смертельно болен, вокруг чего может еще крутиться? Понимаете, мы все для нее даем. Ну, какая-то же и другая жизнь. Ну, мы же тоже живые люди. И на отдых мы полностью перестали летать. Вот. Ваша честь, я от меня ему положу. Потому что, Настя, может не перенести перелет. Значит, можно я дорасскажу? Русский юг, наш вот просто, не устраивает ее сервис. Начали мы отдыхать теперь только на даче, причем даче жены. Вот. Ну да, там речка, там сосенки, березки. Давай расскажи, что еще тебя не устраивает. Ну, знаете, что такое отдых на даче? Да и вообще вся моя жизнь. Это значит, они лежат с дочкой под зонтиком. А я все, я у них на обслуге. Понимаете, вот я мужчина, я даже выпить не могу на отдыхе. Просто потому что у нас мы на даче, магазин далеко, и вдруг срочно нужно съедет за каким-то, чем-то очень важным для Настеньки. Знаете, я вот честно скажу, последнее лето я даже в отпуск не уходил, остался на работе, потому что мне дачи вот так вот хватило. А она рада, потому что, значит, она нигде не работает, вот они с дочкой, зарплату я получил за месяц, еще и отпускные, она довольная. И честно, вот просто уже волком был, уже не мог. Понимаете, вот, ну, просто уже жить не мог. А тут выигрыш. Я как-то, моя мама получила этот билет на сдачу, вот. Я к ней приезжаю замученный весь, уставший от нее. Я очень люблю дочку, ну, честно, я уже устал, приехал к маме. Она мне этот билет отдала, говорит, еще пошутила. Вот если вдруг ты выиграешь, будешь спокойно, вот, и может поднимется настроение у тебя. И знаете что, через неделю билет выиграл. Поднимал себе настроение. Я сразу же, ну, не знал, что делать, сразу к маме говорю, мам, что делать? Может, билет жене отдать? А мама мне говорит, этот билет я тебе отдала. И, значит, мама еще сказала, возьми отпуск за свой счет без содержания. И отдохни как следует, а потом с новыми силами и за работу возьмись. А жене скажи, что у тебя в командировку отправили. Ну, чтобы понять, я тоже мужчина должен быть с новыми силами как-то. В общем, вот. А насчет денег, которые ребенку на операцию, мама сказала, что благодетельные фонды и так соберут, ну, по-другому быть не может. Действительно. Ну, в общем, я колеблился, думал, да, нет, ехать, не ехать. Я таких эгоистов, как ты, просто не видела в своей жизни. Как у тебя вообще язык поворачивается. А жене сказал, что я в Узбекистан поехал. Как вы рассказываете, так жизнь ваша невыносима. Чего вы против производства? Просто, блин, как будто, знаете, какой-то коллег. Почему вы нет? Жизнь невыносима. Жена на вас внимания никакого не обращает. Вообще не обращает. И причем уже не первый год, Настенька. Не первый год. Все крутится вокруг дочки. Вы даже не можете на юг съездить. Ничего. Почему вы против развода-то? Потому что я люблю свою дочь. Да катись ты, а! Где вы любите ее? Я дочь люблю, я и жену люблю. Поэтому я хочу, чтобы у нас... Я сорвался, понимаете? Да с любовницей, вот я еще раз хочу сказать, она вообще как узнала... Я ей просто сказал, любовнице, что я успешный битснэнк. А потом, когда она узнала, что я слез со мной на латчик, она меня вообще тоже бросила. Вот, понимаете? Наука мне на всю жизнь. Ты поговорить со мной мог. Просто наука мне на всю жизнь теперь. Просто поговорить по-человечески, а не вести себя как дебил. Да что как дебил сразу? Простите, пожалуйста. Понимаете, я вот честно хочу сказать. Вообще, я сказал про Узбекистан этот, вот, чтобы не спалиться, что я загорел и вернусь. А жене без разницы, чтобы я сказал. Вот честно. Ей вообще плевать на мою работу. Если бы я хоть куда уехал. Еле же бы деньги приносил. Вот. Деньги и обслуга. Ну, послушайте меня. Странный вы человек. Она что, на себя, на бриллианты эти деньги тратит? Хотя там на бриллианты и не хватит. На какие-то свои тряпки она собирает деньги на больного. На операцию вашей дочке, которую вы говорите, что вы любите. Да если бы ты только на это уходила. Ваша честь, он этот выигрыш скрыл, потому что ему мать сказала, потому что он дал ей 100 тысяч рублей, чтобы она шубу себе купила. И я узнала это от свекры, и он сказал, что разведется со свекровкой, потому что она поддерживает тебя, придурка. Тебя, который просто наплевал на собственную дочь, блин. И ты не только нашу семью разрушил, но и родительскую. Солнце мое, послушай мне, ваша честь. Ты что, я тебя слушаю? Мои родители уже 30 лет. 30 лет женаты. И за это время, вот мать моя, сколько таких угроз от отца слышала? Вот просто пруть-пруди. А обижается отец на маму? Потому что она шубу купила, а не ему лодку, как он хотел. А между прочим, ваша честь, деньги, которые мои родители, и вот папа собирал на эту лодку, они отдали на первую операцию Насеньки. Ничего себе! Да! Знаешь что? Ваша честь, это их дела, а я настаиваю на разводе, потому что мне такой муж не нужен. И я считаю, что это в интересах ребенка. Если люди будут знать, что я одна воспитываю Настю, они нас и пожалеют, и денег больше дадут. А для меня сейчас это на первом месте, потому что я думаю, в отличие от тебя, нашей дочки. Потому что прикрываешься ребенком. Как тебе просто, как не стыдно. Что значит прикрывается? Вы совершенно недовольны своим браком. Я вообще не могу понять, почему вы против развода. Потому что, может, он один боится. И ты останешься один. Останешься. Что изменится? Мама сказала не разводиться. Ах, мама сказала. Ну понятно. Это, конечно, аргумент. Мама сказала, что... Все равно Сибирь сохраняется. Ваша честь, я не собираюсь с ним оставаться. Это просто детский сад. Ему как будто 10 лет. Я поняла. Я вас очень прошу, Ваша честь, чтобы вы дали нам максимальное количество времени, чтобы я смог увернуть свою жену. Чтобы ты успела собрать свои вещи и свалить из моего дома. Суд удается для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Она, наверное, пообещала ему квартиру отобрать. Мне нравятся эти женщины, которые спят с женатыми мужчинами, а потом катят бочку на их жен. Мужчина поверил в женскую лесть и согласился стать донором ЭКО для своей знакомой. Но тайна зачатия стала известна. Что скрыла от правосудия мать двойняшек? Узнаем в суде. Я прошу не забирать у меня Леонардо, потому что я еле уговорил маму взять его к нам. Я даже четверть закончила с одними пятерками. Это правда. Ребенок спас голодного облезлого котенка и принес его домой. Как получилось, что за доброе дело с его матери требуют астрономическую сумму? Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. При рассмотрении дела о расторжении брака, при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака, суд правит принять меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначу супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. Прошу садиться. Спасибо, Ваша честь. Я согласна с вами, эстетция. Я полагаю, что вашу семью не склеить. Тем не менее, я предоставляю месяц для примирения. Месяц. Вы подумайте, а может быть, ответчик по совету своей мамы найдет что-нибудь. Я сделаю все. Найдешь что-нибудь, какие-нибудь деньги, обратиться в какой-нибудь благотворительный фонд. Раз мама не велела разводиться, то, может, они как-то общими усилиями что-то сделают за этот месяц. Попросите маму уже о помощи. Как вам эти деньги компенсировать в вашей семье? Я бы всех... И твоих родителей попрошу. Дело закрыто. Пошу всех в пат. Решение суда. Назначить срок для примирения. Жить с ним невозможно. Я никогда в жизни с ними сойдусь обратно. Это все. Я хочу, чтобы мы жили так же счастливо, как и мои родители. Тем более, я маме пообещал. Ее знают в каждом доме. От Владивостока до Калининграда. Вы думаете, что все решается деньгами? В этом суде не так. От ее темперамента мурашки по коже. Истец! Судья Алиса Турова. Чем больше любви у ребенка, тем лучше. Ей можно доверить судьбы наших детей. Не могли бы вы сделать так, чтобы наши родители помирились и никогда больше не ссорились? Не отвлекайтесь с понедельника по пятницу. Истец просит установить отцовство, изменить актовую запись в документах и взыскать алименты в отношении двух малолетних детей. Ответчик с иском не согласен. Отказывается признавать детей. Слушаем вас. Истец. Ваша честь. Прошу, чтобы суд установил отцовство, изменил актовую запись об отцовстве и взыскал с ответчика 50% от всех возможных заработков в отношении их несовершеннолетних детей Филоновой Яны Михайловны и Филоновой Анны Михайловны. Девочкам будет полгода. У них еще вся жизнь впереди. Я хотела бы, чтобы родной отец участвовал в их воспитании, всячески помогал, и он, конечно же, содержал. Я настаиваю на сумме именно в 50% от всех возможных заработков, потому что ответчик имеет постоянную работу. Он работает в логистическом отделе крупной компании. У него постоянный стабильный доход. Я настаиваю на сумме именно в 50%, потому что этой суммы, как я посчитала, нам будет вполне достаточно с девочками. Так, я поняла вас. Но вы закон тоже понимаете, да? Да, конечно. Что на двух детей взыскивается треть. Понятно это, да? Да, я понимаю по закону. Чтобы потом вы просто... Когда решение будет... Хорошо, давайте действовать по закону. Я не хочу. По закону, конечно. Все, давайте дальше. У нас с ответчиком, несмотря на то, что у него есть жена, очень длительное отношение. Он жил практически на два дома. Он всячески помогал и содержал меня. Я хочу предоставить... Смотри, врет и не краснеет. Не было у нас интимных отношений никаких. Так, подождите. Ответчик, я предоставлю вам слово. Я могу предоставить вам квитанцию из банка о том, что он переводил мне деньги на счет. Я тебе в долг давал эти деньги. Передавайте. Нет, неправда. Передавайте. Он переводил вам деньги на счет? Да. Просто так, без ничего? Детей еще не было? Это была абсолютная добровольная помощь. Неосновательное обогащение. И он может это с вас взыскать. Слушаю вас. Продолжу. Далее, после длительных отношений, которые длились около двух лет, мы решили с ним завести ребенка. Причем хочу сказать, Ваша честь, что именно ответчик наставил на рождение этого ребенка. Он обещал, клялся и умолял, что никогда в жизни меня не бросит и до конца жизни будет помогать, обеспечивая детей. Он очень сожалел о том, что не может уйти из семьи и говорил, что женится на мне, как только подрастут его дети. У него там тоже дети. Да. Мы пришли в репродуктивный центр. Сдали все необходимые анализы. Но хочу сказать, Ваша честь, что мы готовились к этому ребенку очень основательно. Прошли все детальные обследования. И я так получила, что не могу иметь ребенка, естественно, путем. Мы решили пойти в программу ЭКО. И пришли в репродуктивный центр. Мы сдали все необходимые анализы. Я прошла процедуры. Причем он пришел непосредственно, как мой гражданский муж. Я хочу обязательно поставить и уточнить, что он пришел не анонимно, как мой гражданский муж. Вот это тоже был обман. Так, подождите. Давайте документы обо всем этом. Пожалуйста. Пожалуйста, все согласия на процедуры. Вот еще. Мы не заводили к анкету донора, потому что он сдавал свой биоматериал непосредственно для меня, для конкретной женщины. Так, форма информированного добровольного согласия на применение вспомогательных репродуктивных технологий. Анализы. Почему я так подробно остановилась на этом и пытаюсь вам подробно все объяснить? Да потому что, Ваша честь, я знаю позицию ответчика. Он настаивает на том, что он исключительно донор. А я говорю, что он просто струсил. Он оставил меня с двумя детьми. Он даже не забрал меня из роддома. Он занес меня в черный список. И, наверное, заблокировал, всячески скрывался. Наверное, прятался от жены, потому что она ему хвост поджала. Да? Ну, вообще, она ему жена. Что значит хвост поджала? Она, наверное, пообещала ему квартиру отобрать. Ой, слушайте, вот мне нравятся эти женщины, которые спят с женатыми мужчинами, а потом катят бочку на их жен. Жена, естественно, своего мужа хочет сохранить. Ну, а что мне сейчас делать? Я осталась одна с двумя детьми. Я тяну эту лямку с тех пор одна. А что он теперь струсил? Он родной отец. Мне детей-то вы мне не передали. Вот, пожалуйста. Он просто сбежал от меня, хотя он отец детей. Теперь пусть признает отцовство и платит элементы. Хорошо. Так, теперь слушаю вас внимательно. Да, благодарю вашу честь. Здравствуйте. Да, мы знакомы с Ястицей, с Филоновой, как коллеги. Мы работали вместе в логистической фирме. Это правда. У нас как бы столы рабочие стояли рядом. Мы общались долгое время, как коллеги. Потом, как друзья. Ну, естественно, не стану скрывать. Я рассказывал о своей семье, о своей жене. Может быть, иногда жаловался, иногда совета спрашивал. Она постоянно жаловалась на свою личную жизнь, что это ее один мужик бросил, другой бросил, что ничего у нее не клеится, что вот ее уже за 30. Вот не надо, пожалуйста, подробности моей прошлой жизни. Не надо мы отцовство устанавливать. Нестец, я вас ведь выслушала. И вы мне больше не нужны. Будете мне мешать общаться. Отвечу, я вас в коридор выведу. И правильно. Правда, глаза колет. Подожди минутку. Я сейчас все... Вот. Далее. Общались подружески. Да, она жаловалась на неудачу. Неудачную, да, не сложившуюся личную жизнь. И вот в очередной раз она пришла, как бы, в слезах, в соплях. Опять же, вот, очередной меня бросил. Я хотела от него детей. Я хочу ребенка. Мне уже за 30. Все такое. В общем, стала меня уговаривать на эту процедуру ЭКО. Как бы, ну, по-дружески, грубо говоря. Вот, чтобы я сдал биоматериал. Ну, то есть, чтобы был не анонимный донор, а... Да. И, как бы, подкупило меня тем, что, да, мы хорошо общаемся, как бы, то, что я, ну, мужчина высокий, крестатный, да, красивый, успешный. Вот, что хочет ребенка, похожего на меня. Меня это как-то подкупило даже, говоря. Ну, понятно. Лесть, грубая лесть, она самодейственная, да. Моравлю женщинам, да, что поделать. Вот. Но между нами никаких интимных отношений не было. Я помоляю, два раза у нас в неделю. Молчите, молчите, молчите. Ты это, расписание вела, что ли, господи, два раза в неделю. Это мне как-то даже не к лицу. Ладно. Я жену свою люблю. Я примерный семьянин и любящий отец. Еще раз повторю, никакой интимной связи между мной и истицей не было. И быть не могло. Я согласился на процедуру ЭКО. Исключительно из благих намерений, да, как у нас говорят. Если ты сделал доброе дело, жизнь тебя обязательно найдет и накажет. Я знаю, о чем говорю. Вот. Опять же, согласился на эту процедуру. Мы прошли все анализы. Далее я поясню, опять же, где вранье. И оно у меня документально доказано. Она говорит, что в ЭКО-центре я записан как ее гражданский муж. Это действительно так. Но когда я ее об этом спросил, почему, она сказала, да не придавай этому значения, это не так важно. Вот есть скрин переписки. В месседжере. Передайте, пожалуйста. Через пристал? Да, пожалуйста, возьмите, ознакомьтесь. О том, что это не так важно. То есть это простая формальность. То есть, опять же, это обман. Света, ведь я же тебе не муж. Зачем ты меня уговорил расписаться в этой графе? Не волнуйся. Это просто формальность. Если только сдаи материал и подари мне ребенка. Ты просто донор. К тебе вопросов не будет. Да. Письменно. Это все неправда. И у... Что значит неправда? Это все фальсифицированное. А? Это все фальсификация. Все неправда. Ты понимаешь, что... Это фальсификация? Да. Хотите экспертизу? Она и устно подтверждала. Хотите, запрошу. Что претензий ко мне не будет. Угу. Вот. О том, что действительно я просто донор, никаким отцом я являться ее детям не буду, или ребенку. Я согласился сдать биоматериал, сдал, и я подписал документ о том, что она возьмет мой биоматериал, воспользуется ним единожды, один раз, на одну подсадку. Угу. Дело в том, что после того, как процедуру я совершил, да, биоматериал сдал, мы со Светой еще какое-то время общались, потом она просто пропала. Угу. Уволилась с работы, я ее больше не видел. Я ей не звонил, не писал. Ну, думаю, женщина изменила, да, образ жизни, теперь готовится к материнству, там, все хорошо, ну, хорошо. Прошел примерно год, она позвонила мне сама. Михаил, здравствуй, я такая счастливая, вот, хочу с тобой увидеться в парке. Хорошо. Я пришел, увидел ее в парке с колясочкой, знаете, это двойная для близнецов. Да, там сидит двое девочек. Ну, хорошо, я порадовался за нее, но она сразу же начала настаивать, что это мои дочери, что они именно от меня, ну, я не стану это отрицать, ну, может быть. Далее. Она начала говорить, что я должен стать им полноценным отцом, их обеспечивать, у нас должна быть полноценная семья. Ну, я на это не соглашался, во-первых, во-вторых, я узнала в ЭКО-центре, да, что процедура была не с первого раза, а со второго, с моим биоматериалом, это первое нарушение договоренности. То есть вы давали согласие на одну подсадку? Совершенно верно. У вас есть документы? Да, конечно, вот, пожалуйста. Передайте, пожалуйста, через пристав. И далее. Откуда я знаю? Уж извините за прямоту, да? Может быть, у нее процедура получилась зачатие с третьей подсадки? А может быть, не с моего биоматериала? А может быть, естественным путем? И тоже не от меня, понимаете? Каким образом я должен сейчас? Так или иначе, вы дали согласие на одну, это вам сообщает общество с ограниченной ответственностью, центр репродуктивной магазины «Эмбрион-22». Значит, для вас зачитываю, что справка дана Леонова Михаила Андреевичу в том, что он при наличии обоюдного информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство дал согласие на одну попытку экстракорпорального плодотворения, а также криоконсервацию своего биоматериала на один год. Дальше, уведомления, что сообщают, что ваш биоматериал дважды использовался для экстракорпорального плодотворения Филонова и Светланы Николаевны. А где два, там и три, а там и может другой донат. А дальше мы не знаем, как это произошло. Так, вы это осознаете вместе с этим? Да. Ну, позориться дальше будете или от иска откажетесь? Нет, я все-таки настаиваю на свете. Вы на что? На чем? На том, что необходимо взыскать элементы и признать осознанность. Женщина. Найдава ничего! Вы понимаете, да, что он был донором? И это видно из документов. Нет, он был не донором, он был, как мой гражданский муж, он повисался в графе. Так, ладно, охота, дальше, пожалуйста. Суд удаляется для вынесения решений. Прошу всех встать. Далее в программе. Я прошу не забирать у меня Леонардо, потому что я еле уговорил маму взять его к нам. Я даже четверть закончила с одними пятерками. Это правда. Школьник нашел в подъезде кошку с котятами и пристроил их по своим друзьям. Но выяснилось, что животные стоят целое состояние. Подробности в суде. Из Филоновой Светланы Николаевны об установлении отцовства, внесении изменений в актовую запись об отцовстве, изыскании алиментов в размере 1-2 от всех видов заработка и джемесячного отношения несовершеннолетних детей Филоновой Яны Михайловны и Филоновой Анны Михайловны оставить без удовлетворения. Прошу садиться. Рождение ребенка с использованием супругами, в данном случае одинокой женщиной, донорского генетического материала не влечет установление родительских прав и обязанностей между донором и ребенком, независимо от того, было данное лицо известно родителям ребенка или нет, или являлся анонимным донором. Это понятно? Да. Дело закрыто. Прошу всех встать. Все мужики козлы, я который раз в этом убеждаюсь, как дело доходит до денег или детей сразу в пусты. Ну вот я в который раз убеждаюсь, что женскому коварству и лжи, притворству нет предела просто. Видите, хотел сделать доброе дело, а в итоге чуть за это и сам не пострадал. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Не только врачу, а к коню, понятно, что это не мой ребенок. Если вы не можете вернуть свои деньги. Ну вот вам же понравилось. А вы не платить не хотите. Если благополучие ваших детей под угрозой. Ты нас предал, ты ушел от нас. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод. Какая ты сволочь. А ты голодранец и проживал. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Я пойду на все, чтобы вернуть своего сына. Может быть, вы законными способами пойдете на все? Это бесплатно. Истец требует вернуть ей кошку с котятами и компенсировать материальный ущерб. Ответчик иск признает частично. Готово вернуть животных. Слушаем истца. Здравствуйте, уважаемый суд. Меня зовут Усатова Василиса Викторовна. И я требую, чтобы ответчик вернула мне трех котят, которых родила моя кошка. Она их себе оставила. Или, возможно, деньги за них. Это меня тоже устроит. Я спасла ее котят. Давайте я договорю. Подождите, не говорите одну. Как зовут эту красавицу? Это моя бенгалочка. Зовут ее Маруся. Маруся. Я занимаюсь профессиональным разведением кошек. Вот Марусенька одна из моих кошек. Очень милая. Но, пожалуй, самая сложная. Очень любит все новое. У нее просто вот шиловань в известном месте. Хлебом не корми. Даль только куда-нибудь сбегать. Естественно, я за ней слежу. У меня кошек несколько, но именно за ней нужен глаз да глаз. И вот так получилось два месяца назад. Ко мне пришли гости, подруга с детьми. И, наверное, кто-то дверь неплотно прикрыл. А у Марусики тут как раз шилоты и взыграло. Взяла она и улепетнула. А проблема в том, что ей как раз на тот момент скоро рожать было. Вот. Я как заметила, что она удрала, сразу за ней помчалась, естественно. Бегала, искала, звала свой двор. Соседние дворы все обегала. Но не нашла. Тогда вернулась, стала сразу объявления писать. Вот такие вот объявления. Что пропала. Переменная кошка. Бенгальская. Вон фотография есть. Вознаграждение обещано. Этих объявлений больше сотни развесило. По всему микрорайону. У нас микрорайон всего 20 домов. Соответственно, на каждом подъезде, на каждом столбе фонарном висели. Очень надеялась, что кто-нибудь Марусю кто видел, мне позвонит, расскажет. Да, были звонки. Звонили, рассказывали. То там вашу кису видели, то здесь. Иди к нам. Но все оказалось, что не про нее мне говорили. Что же делать? Продолжала я ее искать. Все чердаки облазила. Все подвалы обошла. Нет, как отрезала. Нет и нет. Я очень за нее переживала. Очень волновалась. И вот неделю назад примерно позвонил мне еще один человек. Говорит, что вот кошку на вашу вроде похожую. Видели на чердаке такого-то дома. Причем, что интересно, вот соседний от меня дом буквально. Я там была сто раз. И на чердаке, и в подвале, и на всех этажах, и вообще. Ладно, раз говорят, что видели, надо проверить. Я туда бегом. На чердак залезаю. Да, сидит действительно. И действительно, Марусенька. Вот так вот лежит, как сейчас лежит. В гнезде в каком-то из тряпочек. Такая нечесанная вся, не особо ухоженная. Но, по крайней мере, живая. И вроде на вид более-менее здоровая. Котят никаких при ней не было. Но тут о другом речь. Я, конечно, первым делал мою вахапку и к ветеринару. Ветеринар ее осмотрел. Говорит, что кошка, в общем, более-менее здорова. И сказал, что котята, судя по всему, должны были появиться в срок. Раз Марусенька нашлась, и с ней все хорошо, это замечательно. Я ужасно рада была. Вопрос-то, где котята? Порода дорогая, элитная. Котята больших денег стоят. У меня на них покупатели записываются задолго. Вот на котят от Марусики двое записались за несколько месяцев. Стала я опять в том подъезде бегать, звонить во все квартиры. Котя, иди сюда. Вдруг кто-нибудь что-нибудь знает, пытаться узнать. И выяснила, что вот эта вот замечательная семья-отвечица-отвечица и ее сын, они Марусю где-то нашли. И спасли. Уж не знаю, спасли, не спасли. Может быть, я в тот же день без вас бы ее нашла и домой бы вернула. А может, и покинула бы ваша кошка. Нашли, притащили к себе. Сын ответчицы ей гнездышко устроил на чердаке, подкармливал ее, заботился как мог. Не, ну мальчик старался, я все понимаю, спасибо, да. Но когда родились котята, они их просто забрали себе. Одного котенка себе оставили, а двух других говорят, что раздали кому-то. Честно, я не верю. Котята много стоят. У меня по 50 тысяч за котенка покупатели обещали. Скорее всего... Слушайте, вообще-то разобраться, что эта кошка не обычная дворовая полоса, ну, пятнистая. Ну, были же объявления, были же фотографии. Ну, нельзя разве было позвонить? Вот наверняка же видели объявления. Да, киса. Я уж понимаю, что ты со всеми знакома. И к нам тоже она привыкла. Конечно, привыкла. Она замечательная котенька, очень ласковая, очень милая. Тем не менее, вопрос у меня про котят. Я требую, чтобы котят мне вернули. Или всех троих, или одного, и деньги за двух. Почему 70-то? Ну, я не требую полной стоимости. Все-таки, действительно, за кошкой за моей ухаживали, не бросили нигде. За котятами ухаживали, кормили их. Я благодарна этой семье. Поэтому я требую хотя бы половину стоимости от трех котят. Понятно. Я готова в качестве возмещения еще отдать мальчику и его друзьям, которым вы котят раздали, трех замечательных, пушистых, милых, ласковых, беспородных котят. Я думаю, детям все равно, ваша честь. А мне вот принципиально разница. Да не нужны нам никакие другие котята. У нас один хороший Леонардо котик. Ваша честь. Вот истец, я понимаю, что она профессиональный заводчик, и это у нее профессиональные дела. Но мы абсолютно не сведущие люди. Мы не знали, что эти котята, они породистые. Да, видим, что кошка какая-то необычная, пятнистая. Но мы знать не знаем название пород. Мы просто ее спасли. Подумаешь, у меня беспородный кот тоже пятнистый. Да, да. Я видела, пятнистые бывают. Но вот она какая-то необычная такая. Но когда сын ее нашел между гаражей и в сугробе, она была вся мокрая, вся в снегу, с большим животом. Но ясно, что она беременна. Он ее спас, притащил ее к нам в подъезд. Мы ее не собирались себе присваивать. Мы просто ее согрели, обогрели. В подъезде сын за ней следил. Он кормил ее, ухаживал. А потом все-таки он меня уговорил. Говорит, давай ее домой. Ну вот ей скоро рожать. Ну как же она будет? Ну мало ли там, что с ней произойдет. Мы ее к ветеринару отвели. Ветеринар посмотрел. Сказал, что кошка здорова, да, породистая. И вот ей день на день уже скоро рожать. И мы оставили ее у себя. Она принесла вот трех котят. Мы, ну что мы с ними будем делать? Естественно, мы начали искать, кому мы этих трех котят отдадим. Ну не топить же котят, ну мы не из этих людей. Вот. Мы нашли по интернету двух желающих. Они пришли и нам дали по рублю. Ну вот как, мы приняты, да, по рублику? Ну предварительно мы сходили к ветеринару, и он сказал, что это не породистые котята, это помесь. То есть ваш котенок, ваш котенок. Да, которому мы себе одного оставили, это помесь. Это не какой-нибудь там породистый. А у вас есть документы? А у нас есть справка от ветеринара, что это помесь. Даже подтверждение есть от ветеринара. Подтверждение. Он сказал, что это помесь. Три котенка помесь. И все три помесь. Очень интересно. Все три помесь. Маруся была на плановой вязке. У нее должны были быть исключительно породистые котята. Ну, впрочем, это к вам не относится. Ну, вы понимаете, что не породистые котята? Мужки взяли беременную от разных котов. Это, естественно, я знаю. Суперфекундация известное явление. И вот мы готовы иск удовлетворить частично. Мы готовы за этих трех котят, которых мы, ну, двух отдали так, и один у нас останется, мы готовы отдать пять тысяч. Вот у нас есть пять тысяч. Это и то не мои деньги. Это деньги вот ребенка. Ему бабушка подарила там на Новый год. И у него еще тоже были подарки денежные. И он готов пять тысяч. Вот возьмите пять тысяч, пожалуйста, за ваших непородистых котят. Это даже слегкой хватит. Ну, согласитесь, в суде. Вот. А кошка породистая, конечно, я не спорю. Красавица. Но она очень, знаете, такая своенравная. Мы за ней не уследили. Она форточку, представляете, от нас через два месяца сбежала. Оставила котят и сбежала. А потом, вот когда уже к нам пришла истец, оказывается, что она на чердак на этот сама вернулась каким-то образом через несколько дней. Мы уже даже не знали, что она на чердаке. Ей там понравилось, видимо. Ну, да, запомнила место. Ну, ушли иначе. Вот. Поэтому ее нашли на чердаке. И уже потом истец выяснила, у кого были котяты. И к нам пришла с претензией. Но мы никого не присваивали. Мы честно спасли кошку, спасли котят. Мы не знаем, какие там были объявления. Да на этом объявлении даже непонятно, кошка это или не та. Кошек выбрасывают каждый день. Вот летом поиграются с этими кошками на даче еще где-то. И вот осенью, к зиме их куда-то вот, понимаете, все добавляются. Я вас поняла. Скажите, вы согласны забрать 5000 рублей и отказаться от иска? Или вы согласны только за одного котенка там? Ваша честь, вот у нас остался один котенок. Получается, кошка-то от нас большая уже сбежала, мама. У нас остался один котенок. У меня сын, ему 8 лет. Он у меня умолял просто, ну, оставить этого котенка. Леонардо его назвали. Вот. Он такой замечательный. Сын у меня пообещал учиться на дне пятерки. Сдержал обещание. Представляете, вот прям вот учится, занимается, кормит его, убирает за ним. Ну, вот это разве не прелесть? Ну, как можно вот взять сына и лишить друга? Ваша честь, а можно пригласить ребенка, чтобы вот он вам рассказал? Давайте. Несовершеннолетним, идите. Ой, вот у него котенок. Вот это вот мой сын и котеночек Леонардо. Ставь его сюда. Вот это у нас котенок. Петя, усну. Уважаемый суд, меня зовут Максим Баринов. Я прошу не забирать у меня Леонардо, потому что я еле уговорил маму взять его к нам. Я даже четверть закончила с одними пятерками. Это правда. Я могу бы выплатить все мои деньги этой женщине. Буду приходить ей дома помогать. Например, ходить в магазин или мыть посуду. И вообще, я не понимаю, как можно продавать друзей? Поэтому Леонардо я не отдам. Он спит, что ли, Леонардо твой, да? Уснул. Он задремал, миленький какой. Ну, пусть спит. Пусть спит. Ну, не забирайте у нас друга. Ну, что, естественно, что скажете? Вот справочку готова вам предоставить. Подойдите ко мне. Так, Марусенька, иди сюда. Пойдем-ка посмотрим, что там с твоими котятами. На, вот, хочешь? Не хочешь, как хочешь? Иди сюда. Подойдите ко мне. Вот справочка. Да. Справка. Так что вы, вы это самое, могу даже отдать вам. Я с вашего позволения заберу, да, потому что у меня будут вопросы к владельцу жениха Марусиного. Да, заберите, заберите. Большие вопросы. Заберите. Так что? Благодарю. Ну, что ж, если эти котята беспородные получились, ну, так что ж, тогда... Вы согласны тогда? Ну, да, я не буду возражать. Мальчик молодец такой. Возьмите, пожалуйста, вот эти деньги. Хорошо, я согласна. Я согласна на 5-10. А может, еще 10 раз может принести, правильно? Породисты хотят. А вдруг у нас один? Суд удаляется для вынесения... Прошу всех встать. В связи с отказом ССА от иска, суд прекращает производство по делу в соответствии со статьей 39-й, 173-й Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Суд разъясняет сторонам, что повторная подача иска по тем же основаниям к тем же лицам невозможна. Суд принимает отказ ССА от иска, так как этот отказ не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы третьих лиц. Дело закрыто. Спасибо. Ну что ж, раз все так повернулось с котятами, я рада, что хороший мальчик нашел себе хорошего друга. Ну вот, хорошо, что вот оставили друга моему сыну, и вот эти пять тысяч пускай она забирает, и все останется как прежнее. Мне уже 15 лет, мам. Не надо влезать в мою личную жизнь. Так и оплачивай сам, раз ты такой взрослый. Эти родители только в суде поняли, чем живут их дочки и сыночки. У нее только мальчики на уме. А у вас что было на уме в 15 лет? С понедельника по пятницу. Битва за будущее. Все, все, просто все контролируют. Зато кормят. На нашем телеканале. Малыч, прошу, верните нас к маме. Хорошо, деточка. Чтобы не было детских слез.